Немного хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в Калининграде, насколько мне эта ситуация знакома. Сейчас в сети полно видосов на этот счет, но я свои 5 копеек вставлю, может кому-то будут полезны. Эта информация будет полезна. Я работаю в Калининграде в IT-компании, в центре города, в торговом центре Clover, в бизнес-центре. И у нас оповещение о том, что любому работнику по желанию доступна удаленная работа появилась только в прошлую пятницу. Как мне кажется, это должно было произойти несколько раньше, скажем, на неделю-две, но это произошло совсем недавно. Подобные объявления развесили по всему Clover, там общие рекомендации, типа мыть руки, чихать в локоть, вот таким вот образом. Ну и тому подобные общие вещи. В общем, судя по слухам, здесь переполнена инфекционка, инфекционка переполнена местная. Все изолированные боксы, которые мы видели там, допустим, в видосах про китайские больницы, все давно заняты, и, дескать, все лежат в общих палатах. И даже если кто-нибудь один там из них, собственно, болеет, то, ну, сами понимаете, к чему это может привести и приведет, скорее всего. Учитывая то, что здесь на выходные город значительно пустеет из-за того, что люди уезжают в Европу, мне кажется, что очень занижено официальное число заболевших, скажем. Сейчас, вот на момент 16 марта, трое человек официально болеют, на карантине неизвестно сколько. Вот. Мне кажется, что реальное число заболевших, наверное, гораздо больше, учитывая, опять же повторюсь, сколько человек уезжает в Европу на выходные даже просто. Забавная была ситуация. И мы со дня на день, буквально 18-го числа, ждали здесь родителей жены. Они должны были ехать в Солнечногорск на один из курортов, в общем, отдыхать на море в какой-то из пансионатов. И мы вовремя, в общем, это дело все отменили, в итоге сами сейчас едем на Урал. И, как и предполагалось, в общем-то, в таких подобных пансионатах будут размещаться карантинные зоны. Вот. Таким вот образом отпуск может обернуться довольно неприятным, наверное, соседством. Что еще могу сказать? Довольно больно было ехать через Москву, поэтому вариант этот отмели. Сейчас мне предстоит поездка на Урал, до Перми. Выезжаю я завтра, на поезде еду. И очень боязно, на самом деле, учитывая, что это плацкартный вагон. И что мне не удалось найти масок в аптеках никаких. Сами понимаете, что в плацкартах люди не сдерживают себя. Ни, так сказать, ни в чихании, ни в чем-либо еще. Поэтому не знаю, как поездка пройдет. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Путь я выбрал через Питер, не через Москву, потому что Питер все-таки он поменьше. И, не знаю, к Питеру у меня больше доверия. Я смогу быстрее там проскочить из одного вокзала на другой. Поскольку времени мало между пересадками. Вот. Но надеюсь, что все будет хорошо. Забавная ситуация еще. Мы когда собирались только ехать в Пермь, решение принимали спонтанно достаточно. Когда увидели свежие новости и статистику по заболевшим. Мы думали, что до Перми не дойдет, конечно, вирус. Но однажды утром увидели просто, что в Перми тоже есть уже один официально заболевший. И Пермский край был одним из первых регионов, в которых... Ну, таких регионов, центральной России, внутренней, так скажем, где появились тоже заболевшие официально. На данный момент уже перекрыты границы со всеми соседями. Я звонил в РЖД насчет того, можно ли на данный момент выехать на поезде из Калининградской области. Мне сказали, что пока что можно. Поезд идет через Литовскую республику, а Литва вроде как для транзита границы не закрывала. Я не знаю, как тут обстоит дело, поскольку, по сути, поезд идет из России в Россию, да, и, ну, осложняется все территорией Литвы. Польша границы свои закрыла, Белоруссия закрыла сегодня. Писали ребята, сказали, что там знакомые застряли в Польше, не успели выехать до закрытия границ на карантин. И, в общем, ситуация, я думаю, это достаточно частая, не только с Польшей, но и с другими странами. Вот, на данный момент все примерно так обстоит. Мне повезло, что я работаю в IT-сфере, и мне несложно было перейти на удаленную работу. В принципе, она у меня подразумевается как удаленная отчасти. Не знаю, как остальные, и как это будет тяжело, и затруднительно потом разруливать с финансами. У нас здесь остается съемная квартира, за которую мы будем платить деньги, но жить будем в другом месте. Неизвестно, насколько закроют, области закроют ли, кстати говоря. Есть вероятность, что закроют, и, возможно, я буду выезжать на одном из последних поездов. В принципе, как-то так. Я надеюсь, что если закроют границу области, то только на пару-тройку недель, может быть. Потому что потом надо будет уже что-то решать, либо совсем перебираться в Пермь, либо возвращаться в Калининград. В общем, на данный момент все, что мне известно в общих чертах про обстановку здесь, в этом регионе. Не болейте, всего вам хорошего и пока.